Этнология – наука о народах-этносах. А у нас в России народов самого образования государства всегда было немало. И проблема эта для нас всегда актуальна. Основная задача лаборатории сводится к тому, чтобы ввести этнологические знания в базовое и дополнительное образование дошкольников, школьников и даже студентов. Каким образом можно это сделать и для чего нужно вводить такие знания? Они, конечно же, нужны для того, чтобы способствовать гармонизации межэтнических отношений, то есть отношений между представителями разных народов. Было много попыток ввести вообще предмет этнология в школьное образование. В основном инициатива шла от ученых-этнологов. В частности, вот были учебники, например, которые написали ученые из МГУ, Кафедра этнологии и этнографии, под руководством Владимира Владимировича Пименова, завкафедры. Это были где-то в 90-е годы как раз. Ввести такой предмет до последнего времени, в общем-то, и не удавалось, потому что школьники перегружены. Однако проблема не ушла. И наша лаборатория решила попробовать, проложить такой мостик, во-первых, между учеными и педагогами, потому что учебники, написанные учеными, как правило, академичны. И вот педагоги, они не всегда правильно воспринимали эти учебники. Воспринимали их просто как словари порою. И вот лаборатория образовалась для того, чтобы проложить этот мостик. И тут мы нашли такие вот формы деятельности, самые-самые важные для внедрения этнологии в школу, как музей, театр и туристко-кровение или экспедиция. Вот фрагмент мистерии сам, который проводился, проводится в Хурулах, в Датсанах, в буддийских, это и в Монголии, в Бурятии, в Туве, в Калмыкии. И если раньше он проводился только на территории Хурула, то сейчас он уже выносится на обозрение всех зрителей и проводится таким образом, это как праздник, обычно это лето, когда приглашаются все жители. И, естественно, этот прием и эти вот образы, они, естественно, попадают и на профессиональную сцену. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диана Торзок Диана Торзок Диана Торзок Диана Торзок Диана Торзок Блин, я золотил. А правый пас есть? Да, да. Правый пас есть? Это часть, практическая часть проекта Большого. Русский Север как образ идеального русского мира. И они же участвуют в нем как участники вот этой исследовательской работы. То есть они погружались в материал, изучали традиции, творчество Шергина самого. Вот наша задача, чтобы через вот это понимание и пропускание материала через все свои фибры, всех частей своего тела, честно поработать с тем, чем нам повезло. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Народное ремесло, народный быт. Мы ездим на экскурсии, в экспедиции, берем материал, накапливаем, а потом это все выливается уже в спектакль. У нас была летом экспедиция в Архангельскую область, и там непосредственно материал, мы набрали его для постановки. С детьми мы занимаемся не только театральным искусством, но и руками работаем, поскольку я педагог-прикладник в первую очередь. Я детей учу заниматься шитьем, костюмы и декорацией, и куклу, тряпичную куклу, основу всех основ, с которой начинается, мне кажется, любая культура, не только русская. В любом народе кукле отводится большое, значительное место, и принцип изготовления даже везде, и назначение ее, в принципе, можно провести параллель во всех культурах. Мы не считаем, что мы с нами будем солнцем, отчаянные навестники весны, Просыпается природа, рождается новая жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...